приветствуем и просим сильно им являться если звук кажется хуже чем до этого ну и разумеется не длятся тому если он будет постоянно быть то громче то тише так как к сожалению гарнитура помахала мне ручкой и приходится использовать стационарный простенький микрофон гарнитур не то что было слаженной но с ней было удобнее хотя бы я шевелиться мог я должен занимать более-менее статичное положение перед монитором и это не так удобно и возвращаясь к проблеме которая была в прошлый раз оказывается мои как там забыл уже изгои понакопали столько золота причем не золото которое в казне а вот золото которое они сбиваются с этих камушков что оно здесь просто складировались у них под ногами и вот не считая вот того что мне пришлось раскидать по расширенным закромам то есть у меня вот раз два три огромных и одна вот увеличена я тут снес часть строения чтобы было место под золото вот эти вот почти две сотни 200 сотни тысяч еще вот тут две сотни тысяч лежит вот так вот потому что иначе просто было нельзя я специально закрыл чтобы они там не мелкие вот эти вот горстки растаскивали а это саморучно так и представляю вот бегал вот это призрочное зло по замку кричал на рабочих что они слишком много золота притащили и все сгребая в охапку несла к себе высадить в отдельную комнату ну да ладно вот сейчас они здесь сидят не копают потому что я запретил им копать но это подозреваю что так произошло из-за того что я из своих эстетических соображений позволил себе удалять те места которые были уже выработаны и вероятно неправильно рассчитав имеющихся золота работнички продолжили копать то что раньше они если казна демонический портал вперед не жить смерть живым смерть демонам раньше они останавливались если вдруг золото уже было не вложить а если они отбивали удали себе под ноги результат этих золотых горсток золота скопилось такое количество что игра просто с ума начала сходить так хорошо кроме того пока я вот собирал вручную золото выяснилось что при нормальной скорости игры когда она не тормозит такие аурия аурия церкви не так непонятно правильно звать она неплохо держит удар но все равно вот даже не знаю она вот такую горстку да она в сочетании с личом справляются и это мне немножко вот удивляет куда быстрее справляются тоже но хотел сказать что до аурия то что она смерть тут косплеится она может пойти неплохо уничтожать сильных противников единичных но право в том что тот же на свирату он может идти рваться на своем пути а когда ослабнет испепелить целую армию и восстановить за счет этого себе здоровья ну вот и личи я так посмотрел он неплохо так призывает скелетиков ну и под их прикрытием тоже можно делать делов но опять же зачем вот это все мы плюс от этого снежная буря ну то есть по идее бросаем скелета в бой и пока они сражаются бьем снежной бурей но опять же зачем столько манипуляции дополнить если вот можно просто на свирату приказать высадить их жизнь и он всю армию которая к тебе придет просто осушит а вот по мыслям наверное все таки призраков оставлять призраками ну в смысле вот в базовых стадий так как они в этом плане шустрые добывают ману и такси ну в смысле так добывают ману а в случае чего как разведка как раз таки вот именно в такой форме они гораздо выгоднее а вот основные силы у нас получается точнее основной силой может быть один единственный на свирату если конечно терпением не хватит а вот лично даже не знаю ну интересно интересно но дополнительный контроль может быть любопытен но все же а вот к сожалению третья стадия призраков не зашла мне как это принято говорить вот не вижу и кого ли предупреждения кроме как уничтожение единичных сильных целей то есть если маги идут допустим да можно и бросить и она быстренько уничтожит одну опасную цель на паладинов не пытался возможно у них хватит силы на паладина так ну и в любом случае надо продолжать а то я тут уже заболтался разоткровенчился и вполне возможно меня еще плохо слышно хотя так хорошо попробуем именно сделать так продать и не понял я могу править мелкими личинками назад это плохо обнаружила большой и хорошо охраняемый лагерь альянса зло потирала свои костявые руки как поджариться и так как не полагая выглядел очень хорошо укрепленный нападение могу обернуться серьезными потерями и падением его буду он старый быстрее у меня жить и не было никакого боевого это злодеяние здорово взбодрило прокаженное зло разрушив лагерь зло продемонстрировала свою впечатляющую мощь а глоток воды из источника молодости избавил его от боли в спине она пренебрегала болью в спине с храбростью и достоинством положенным его почтенному возрасту интересно оказалось что в лагере альянса был собственный вход в подземелье куда он вел любопытное зло намеревалась узнать раз ну как я сказал в целом неплохо но вот дополнительный контроль как-то он не способствует тому чтобы эффективно сражаться особенно в толпе право цуры ну в принципе я просто немножко поэкспериментировал с ним так как жду пока призывки восстановится ладно призываем ну теперь пойдем самым основным бойцом который как я понимаю может не в рукопашную навалять и подкрепиться врагами если что испытаем как-то хорошо нанес ну вот и никакого лишнего отвлечения сил пришел увидел уничтожил сейчас пытаемся с паучками вот и да он хотя за быстрым он сразу же лечится тоже на пузырек конечно подобрал это не очень удобно я смотрю один на один он еще один демонический портал открылся в вашем подземелье день зарплаты лич даже не знаю брать его не брать ну пусть будет раз уж вывел да все время забываю так не то там все конечно не останавливается но с другой стороны я не знаю кто из бойцов так продержался так поскольку там ничего не осталось хотя с другой стороны сейчас там столько залежей именно из-за них столько проблем было в целях безопасности в следующий раз буду не так много назначать на раскопку потихоньку кстати посмотрите чума тоже действует где угодно ну-ка хорошо на прикрытие ну и лич разумеется будет здесь в тылу масса насколько эффективна аурия при поддержке друзей так ну по идее это как раз таки ребята третьего ранга ну ладно признаю как минимум двоих она одним ударом сносит или это нет лично так быстро не уничтожал значит это она смогла ладно ждем посмотрим по идее получается она сейчас двух стрелков сможет уложить но в таких случаях получается что у меня выбор либо как сказать большое количество малых призраков либо один призрак высокого ранга проверяем но эти пошли на здоровье меньше чем у нее удар нет все правильно нет опять понятно у нее уже это лучший шанс но в отличии от нашего на сферату она таки не может просто так восстановить здоровье но в целом претензий нет она бьется неплохо но опять же на сферату он просто с головой перекрывает все это я же правильно вот он восстанавливается благодаря этому так ну в принципе остальных уже протестировали там много кого одна цель с ней попробуем бросить лича это я просто пытаюсь себе немножко разнообразить геймплей так как до этого он был очень однообразен так сейчас загрузнут летело он он и в в в в кажется понял когда рядом грибну противники он тоже поднимает поэтому у него в этот раз было больше но просто я думаю что это по умолчанию и все-таки небольшой удар по площади у него присутствуем ладно еще раз поднимаем скелета провоцируем убегаем но якобы убегаем на самом деле не особо то у нас получается хорошо но как поддержка он действительно может быть полезен с другой стороны это какие толпы на должны набегать врагов чтобы это потребовалось поднимать нет сожалению пока что и никто не сможет составить конкуренцию на сферату ну аурия 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 девочка наша третьего ранга да она еще неплохо но опять же она не так хорошо держит удар с другой стороны если надо уничтожить какие-нибудь одиночные цели на которые вот допустим наш парень не может тратить свою особенную способность то тут да уже сложнее так сюда сюда тоже империзм страдает ну что ж попробуем быстренько избавиться от вот этой цели и ударить по этой цели по идее как раз таки у аурии сил на это должно хватить выживет ли она после этого конечно странно я приказом прервал ее спецспособность так как по факту она должна была справиться с ними насчет раз пора платить зарплату в глубинах подземелья прокаженное зло наконец нашло источник сил и магического барьера пришло время свести счеты с хаотичным злом мы растопчем вас смерть живым смерть демонам ну так для красоты просто ударим а так я понимаю у наших всех бойцов уже максимальный ран все никаких комментариев в нашем подземелье открылся демонический портал смерть живым смерть демонам так я чтоб не понял минуточку я опять что-то поломал в игре или как привет стрелок кого никого не жалко восстановится я все еще не понимаю что здесь произошло ой-ой-ой-ой-ой одним ударом одним ударом но принципе они оба сильные вот по моему астрозуб у нас учатся даже больше были сражений и все еще в строю ну смысле практически полноценно ладно она демонический барьер разрушен бойся же демоническая свора звучит немного коряво но да идите туда и уничтожьте их тогда выход на поверхность будет свободен хорошо значит действуем простым способом сейчас мы немножко послеваемся от вражеских бойцов ну разумеется постараемся от болями толкова урон показан 25 но у них больше чем 25 здоровья ой-ой-ой а вот это вот интересная возможность ее минус но я принципе на это рассчитывал так а ты парень пойдешь сюда эх не успел хотя нет вроде урон нанес но ничего страшного здесь нам практически больше ничего не требуется а кстати вылезаки тоже пусть немножко воюют паучки у демонов они сюда полезнее скелетиков у них это я про ловушку если что говорю а ну да зацепила и они двигаться сейчас не могут ладно я сказал печально но в целом как планировать так лич острозоб здесь надо хотел сразу выделить чтобы убрать младших из отряда оставить кстати трех бойцов попытаться ну как попытаться при наличии на сферату я тут всех буквально раскатаю в блин едва ли меня что остановит надо кстати так проход до сих пор нету вот здесь как раз таки пройти скорее всего нет не здесь да вот отсюда можно а мы возвращаемся поверхность бьется за нас а ну да он же и так поверхности шел плюсу на сферату если что еще одна полезная способность может ускорять восстановление бойцов с кладбища больше мне было на него смотрю он за уточками плетется на выход так раз два три а в ту сторону идем раз два три ну все как говорится проста до безобразия сначала лич бьет призывает скелетиков провоцируем на подход аурия пора платить зарплату допустим наносит удар по кому-то из вот этих высокоранговых уничтожает в идеале еще второго высокорангового а потом уже спокойно их загрузают по идее им должно хватить всю даже в обычной как бы сказать ну без спецспособности на сферату там тут есть и прекрасно вот опять стоят а ничего что у вас там нации нации ну я там там ударил асфература воу воу ой гей не заметил второго хорошо нет плохо эм ладно ее задело остаточной ударной волной что у нас тут энергия плюс сто ну не знаю по моему энергию успевает и так восстанавливаться а я уже забыл у него есть уже книжка не нельзя а вот ему кстати да поможет ведь за счет количества энергии у него длительность спецспособности растет а лично как ни странно она особо не нужна он за бой вроде бы еще ни разу мне все не потратил новый демонический портал мы должны его уничтожить ой как неожиданно лечь 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 ну-ка держи что Что ж так этого делать? Быстренько избавиться от ненужного. Армия безмозглых натолкнулась на странный демонический барьер. И хотя для них он не представлял собой ничего особенного, у игроков, знакомых с основной игрой, он наверняка вызвал тревожные воспоминания. Пока барьер существовал, дальше пути не было. Его нужно уничтожить. Смерть живым! Смерть демонам! Ах да, и источник энергии демонического барьера тоже надо уничтожить, не так ли? Славно, но есть куда стремиться. Ну я так понимаю, как-то не предусмотрели. Возможно, что я не буду биться головой о барьер, а сразу поищу способы его уничтожения. Ну, в принципе, все. Дальше, кстати, дело двух ударов. Добивай. Прокаженное зло одержало блистательную победу. Источник был уничтожен. От него не осталось ничего, кроме грязного, отвратительного болота. А вдали были слышны причитания эльфов и фей. Нет слаще музыки для мерзкого зла. В то же время оно одержало победу над хаотичным злом в честной борьбе и тем самым поставило его на место. Настало время заняться Мелтисенд. Не так быстро. Вам придется пойти другой дорогой. Опять он, разумеется. Я как раз думал, где тебя черти носят. Интересно, как только дело доходит до неприятности или драки, тебя как ветром сдуло. Но я же пророк, и у меня дела. Но я должен вас предостеречь. Алтарь Альянса построен. И у вас недостаточно сил, чтобы его разрушить. Только истинному злу по силам справиться с этой угрозой всему злому на земле. То есть? Абсолютное зло. Оно должно воссоединиться. Три части снова должны стать единым целым. Как это вообще должно работать? В моих записях об этом ничего нет. Уничтожить живых? Как обычно, толку чуть, если нужно что-то сделать, а не сломать. Вы должны отправиться к камням судьбы на вершине неодинокой горы. Идите, остальные уже в пути. Хм. Ну, всегда нужно делать то, что говорят эти пророки. Что-то вполне может пойти как-то не так. Итак, вперед! Князь и ног, Игорь. Ладно. Будем считать, что это был достаточно неожиданный поворот. Но в любом случае победили. Как я смотрю, Баттас на финал заявился посмотреть на руины портала. Но в целом получилось уже под финал не так уж и плохо. Но, повторюсь, конкуренцию на Сверату не составит пока что, на мой взгляд, никто. Разве что шутки ради. Кем-то другим посражаться. Ну что ж, на этом пока что все.